Всем привет дорогие друзья, приехал я на свою малую родину, в город Лубны, заезжал домой, помогал родителям, там есть кое-какие дела, небольшая постройка, дома ничего не снимал, почему, ну не знаю, я несколько раз уже пробовал в селе снимать какие-то видосы, не особо людям зашло, там просмотров не сильно много, мне показалось, что мало кому эта тематика интересна, я не знаю, но это было в принципе год назад, если сейчас уже на моем канале достаточно зрителей, которым это будет интересно, то пишите в комментариях, в следующий раз, когда я поеду домой к родителям еще раз, то я может быть что-то поснимаю и покажу вам, как там все обустроено и как там все поменялось за год, уже через несколько часов будет мой поезд в Киев, ну а пока что я иду на заправку, на ту самую заправку, на которую я обычно ожидаю свои поезда, пью чай, им хот-доги и потом опаздываю на поезд, в общем зашел я на заправку, хотел вам там что-то поснимать, заказать как раз выплату из стартап фонда, моя инвестиция уже полностью отработала, но там была куча людей и на меня как начали все смотреть, обращать внимание, во-первых, то, что я на русском разговариваю, а второе, то, что разговариваю со своей рукой, ну и в общем-то я решил, что сниму уже, когда зайду в поезд, я выкупил себе целые купе и буду сидеть один, там мне точно никто не будет мешать, скачал себе пару серий сериала и буду ехать смотреть, кстати, билет снова покупал через интернет и снова, блять, его надо менять в кассе, я вот не понимаю, нахрена вы делаете такой функционал, который до путя не работает, зачем мне покупать билет в интернете, а потом все равно менять его в кассе, ну нахр это было запускать, я ж до последнего пока не оплачиваю и не могу понять, будет у меня именно посадочный талон, который надо поменять в кассе, или электронный билет, который можно просто показать с телефона. Я уже практически как Андреан смотрел несколько его влогов, где он заходит на вокзал, ой, чему такой жахливый вокзал, чему такое примещение в таком жахливом стане, ой, какой жахливый поезд, в таком жахливом стане. Я, конечно, на поезда там и на вокзалы не жалуюсь, меня все, в принципе, устраивает, можно было бы и лучше, но ничего страшного, а вот именно вот эта проблема, ну, напрягает конкретно, потому что мне приходится очень часто передвигаться по Украине именно поездами, это намного удобнее, чем автомобилями или автобусами, как по мне, ты просто легкий, можешь смотреть себе дальше сериалы и всякое такое. Вот так, кстати, выглядит центральная улица города Лубны, ну, как вам? За 6 лет или сколько я уже здесь не живу, все, конечно, кардинально поменялось и стало выглядеть еще хуже. А через дорогу от меня здание завода Комсомолец, в одном из зданий которого, кстати, была секция по боксу, ну и до сих пор, по-моему, есть, я в нее ходил. Ничего себе, строят, даже что-то брусчатку попривозили. Будут укладывать тротуарную плитку, не часто такое в Лубнаху виде, чтобы что-то еще ремонтировали. А вот здесь слива от меня, вот в этом желтом ветхом здании, раньше был компьютерный клуб, как-то он назывался Триада, по-моему, или что-то вроде этого. Все школьники приходили сюда прогуливать уроки, там, по-моему, час игры стоил 2,50 или что-то вроде того. И я в свои студенческие времена тоже иногда сюда заглядывал, потому что у меня очень долго не было компьютера. Мне его купили, когда я был на первом курсе уже в колледже, а перед колледжем я 3 года учился в училище. Мне все никак не покупали комп, говорили, он тебе не надо, будешь в игры только играть, зрение портить и все такое. Раз, тебе надо велит распечатать. Ну что, народ, поезд уже тронулся, как вы видите, я в купе один, ну и мы спокойно можем поговорить про мои доходы. На сегодняшний день инвестирование в стартапы является очень прибыльным делом. Работая именно с компанией Стартап Фонд, каждый может стать успешным инвестором. Компания предлагает несколько стартапов для инвестирования с минимальной суммой 100 рублей и хорошим доходом. Как я вам уже говорил, мой стартап на 30 тысяч рублей уже отработал. И мой баланс на данный момент составляет 34 500 рублей. Два раза по 4,5 я уже выводил. И это третье начисление с ним вернулось и тело инвестиции. Так что, в принципе, уже прямо сейчас можем выводить мои деньги. Итак, нажимаем на кнопку «Вывести средства». Я буду выводить на Киви кошелек. Указываем сумму 34 500 рублей. Мне на электронную почту пришел код подтверждения, который нужно ввести в соответствующее поле. Это сделано в целях безопасности, чтобы с вашего личного кабинета никто, кроме вас, не смог вывести деньги. Я уже скопировал код, сейчас вставляю его и нажимаю «Подтвердить». Все, заявка успешно подтверждена. Итак, ребятки, а вот и пришла наша выплата. Как вы видите, 15 015 и 4 500. То есть, 34 500 мне пришло на мой кошелек. Ну и также сейчас могу вам показать, как можно рассчитать свою прибыль. Итак, на главной странице мы нажимаем на кнопку «Открыть инвестицию», выбираем нужный нам стартап. Есть стартап спортивный, игровый, образовательный. Например, я выбираю тариф игровые. Минимальная сумма тут от 10 000 рублей. Внизу я ввожу сумму инвестиции, пускай это будет 15 000 рублей. И, как вы видите, прибыль составит 19 500 рублей. И это всего за 12 дней. Я рекомендую инвестировать в стартапы именно с компанией «Стартапфонд». Для начала заработка переходите по ссылке в описании. Фух, наконец-то в Киеве и сразу же из корабля на бал. У меня сейчас по времени начинается кастинг. Один на съемке в одной рекламе. Если пройду, то получится неплохо заработать. Ну все, закончился мой кастинг. Две минуты все заняло. На самом деле, самое сложное в таких кастингах, это то, что тебя заставляет что-то делать с воображаемыми предметами. Например, побриться там воображаемой бритвой. Или там съесть воображаемый пельмень. Мне кажется, что все было бы гораздо проще, если бы эти же пельмени там были бы настоящие. Или станок и зеркало было бы настоящее. А так тебе надо сыграть то, чего нет на самом деле. И когда ты еще и не профессиональный актер, так как я, это очень сложно. Ну все, я уже дома. Влада тут кушать наготовил. Ой, ёлька моя. Встречает. Жаловалась на кошку. Влада ее уже теперь сама скоро без моей помощи отдаст. Владе подарили цветок такой, называется мухоловка. Который, ну типа знаете, который закрывает рот, там и переваривает всяких жучков, насекомых. Влада все детство о нем мечтала. Ей подарили родители и кошка его сгрызла. Крыса, зачем ты цветок уничтожила? Усы дебилка обпалила себе. Куда она на комфорку полезла? Ко мне приходила подружка и мы делали кальян. И я пока мыла, я бы этот кальян, там угли разогревались. И короче, она проходит к воде и усы подпаливают. Покажи, что с цветком случилось. Вот, короче. Они уже все нагнулись, они вверх смотрели и у всех были открыты ротики. И было их намного больше, я посрезала много. Это уже подпадало то, что Шанель поседала. Ну я их пообрезала, потому что оно бы гнило. Ну и вот эти, вот они должны быть все открытые. Когда они закрывают, это если им... Там видно, что он Шанель ее укусил. И вот. Ну и ты видишь, какого они состояния. Идиотка, блин. Там внутри каждого ротика есть такие чувствительные усики, как антенки. И когда их зацепаешь, то рот быстро схлопывается. Я даже одному дал попробовать палец укусить, он так быстро схлопнулся, что я испугался. Ну понятное дело, что это растение, оно мне ничего не сделает. Но типа, оно очень быстро схлопнулось. Я думал, что оно медленно, его там потрогаешь. Что, можно ему дать один палец? Ну, Богдан. Ты их решил последних поубивать? Да ладно, не, мне жалко, не буду давать. Ну оно и так, наверное, уже все, поэтому, наверное, можешь. Да не, ну ладно, если выживет, то потом на камеру покажем, как оно быстро захлопывается. Да тут вот новое растет. Просто вот эти, я думаю, вот это умрет и так, видишь? Он вниз так пошел, поэтому можешь, наверное. Это у него сил тогда, мне кажется, нет уже, чтобы захлопнуться, если он вниз повис. Нет, если у него рот открыт, то есть силы, по идее. Ну я не хочу, мне его жалко, он так побит судьбой. Я тебя просила тогда, пожалуйста, не надо только совать рот, только я отвернулась, ты уже засуну туда палец. Так и назову влог, только не надо совать в рот. Привет всем, дорогие друзья, уже следующий день мы договорились встретиться с Андрианом и вместе проводить время. Много комментариев было под прошлым видео по поводу Андриана. Многие писали, что хотят еще с ним видосов, но вот держите, получайте. Вот смотрите, как проходит общение блогеров. Достают камеры и лишь после этого начинают общаться. Мы стоим рядом и не видим, что мы виноваты. Привет. Привет. Как дела? Куда пойдем? Я предлагаю пойти поесть супчика. Идем в заведение, называется Вопиано. Верховецкий мне показал как-то раз, мы попробовали там этот томатный суп, он мне очень понравился. Андриан очень сильно любит хавать всякие бургеры, фастфуды. Сегодня будем правильную еду есть. Ну в общем взяли мы с Андрианом уже по супу. Вот мой суп, у Андриана тоже. И я зацепился об Андриана, и мой хлеб порассыпался по всему заведению. Нужно спуститься и взять себе еще. Сидим мы такие, отужинали с Андрианом. И тут он мне говорит, а как там Влада? Я говорю, ну на учебе. Ну понятно, я с ней сегодня общался. Такого по-перше не сказал. Я сказал, что Влада на парах, а ты говоришь. У меня за спиной уже шуры-муры крутишь там с моей девушкой, Андриан? Нет. Нет. Включаю. А с кем ты шуры-муры крутишь? Не скажу. Не скажу? А как тебе, кстати, рамина? Включаю. Ты с ней лично знаком? Ну общался. Я с ней виделся. И как она тебе как человек? Ну я с ней особо не знаю, но я только пару раз ее переписывался. Ну и как она по переписке тебе? Ну адекватная людина, нормальная. Она тебе нравится? Включаю. Та счёты. У нее не спает. Но она взяли-то симпатичная. Ага. Ну ты же с ней встречался, если бы у нее парня не было? Я ей не подхожу по веку. Кто сказал? Как по мне, любви все возрасты покорны. Может, рамина посмотрит это видео. И что? Может быть, ответит тебе взаимностью. Ты адекватный. В смысле? А может, вы просто друг друга стесняетесь, не можете никак признаться в любви. И вот и всё. И поэтому вы несчастны. Я, кстати, знаком с Роминой лично. И вживую общение с ней отличается от того, что в переписке. Последнее наше общение было не сильно приятным. Она очень жестко обосрала меня, обосрала Сашу. Грозилась удалить видео на своем канале. Интервью с Сашей, которая набрала больше всего просмотров. А в конце концов, в итоге оставила ей это видео. Извинения у Саши попросила. Ну, в общем, я не знаю. У меня спорные отношения к этой Ромине. Ты расскажи, чего она так говорила? А чего она так говорила? Потому что вы смс-ки подробляли. В смысле подробляли? Ну, задают, что было минулого года. Я просто выкладывал некоторые скриншоты на своей странице в Инстаграме. Переписки с Андрианом. И там Андриан, ну, просто рассказывал про свою симпатию к Ромине. И Андриану, и Ромине это не понравилось? В смысле Ромине не сподобалось? Я после этого скандала Ромине скину абсолютно все скрины. И она увидела, кто правил, кто не. Я всего-навсего, кому, Саши вроде, тоди написал, что хотел бы с Роминой тут 30 погуляти. А вы там придумали историю, что я влюбился, и так далее, и так далее. Так что не придумай. Добро переможе. Это девиз Тимошенко добро переможе. Да. Верю в Украину, верю в украинцев. Так что же ты можешь рассказать про Ромину? Ничего, я могу дать тебе про Тимошенко рассказать. Всю любью графику. Про Тимошенко я слышу вообще каждую нашу встречу с Андрианом. Я слышу у нас только разговоры про политику и про Тимошенко. Я уже этот устал немного от Тимошенко. Ты же смотришь её канал, канал «Ходят слухи» называется. Знаю, вы подписаны. Ты подписаны? Так, может быть, она на твой канал тоже подписана. Ну ещё. Как думаешь, она посмотрит это видео? Ускоришься всё так. Я думаю, она посмотрит. Что ты её хочешь сказать? Привет, Ромина. Попроси у неё взять интервью у себя. Зачем? Я не звезда какая-то там. Так, не обязательно быть звездой. Достанешь свои микрофоны, дашь ей интервью. Так, что по поводу Ромины? Ты её хочешь? Ты сумасшедшая. У неё есть парень. А если бы не было в параллельной вселенной? Есть другие девушки, которые мне нравятся. А у Ромины есть парень. Провёл Андриана в метро, как сыночка. Попрощались мы с ними. И сейчас, направляясь к Гулливеру, должны с Владой встретиться, пойти на фильм. В Киеве, кстати, так похолодало, что это просто жесть. Я вот так одет. И вы знаете, я пожалел, что вышел с голыми ногами вот так вот в подстрельненных таких джинсах. Лучше бы я надел какие-то штаны подлиннее, под них подстанники и чувствовал бы себя комфортно. Ещё, скорее всего, придётся покупать шапку, потому что в капюшоне очень неудобно. Я при своих многочисленных переездах в прошлом году потерял практически все шапки, что у меня были. Ну, в общем, приехали мы в Ocean Plaza с Владой и начали смотреть шапки. Я самый первый магазин, в который зашёл, это Converse. И там была более-менее нормальная шапка, лучшего ничего не было. То, что первое мне падает в глаза, то и надо покупать. Я уже неоднократно об этом говорил. После этого мы обошли все магазины, которые здесь есть ещё в торговом центре. И ничего хотя бы на таком уровне не было, всё намного хуже. Поэтому придётся покупать то, что есть. Ну, вот это ещё более-менее. Но куча чёрных шапок у меня уже было. Всю жизнь у меня просто чёрные шапки. Да я вообще, в принципе, весь в чёрном. Я просто обожаю чёрный цвет. И можно было бы поэкспериментировать и какую-то красную, например, купить. Не знаю, как по мне, так вот эта красная немного хуже выглядит. Ну, или в Converse просто вот такая вот с небольшим лого сбоку. Я не знаю, она по форме мне не сильно нравится. Типа цвет прикольный, а форма какая-то немного странная. Мне это больше нравится, чем все. Не знаю, вышли из Converse и уже она мне не нравится. Как-то та, которая вливайся, была даже получше. Она сидит не такая огромная. Такое чувство, как будто бы шапку старшего брата взял потаскать. А, кстати, это мне до боли знакомо. Потому что у меня было два старших брата. И, блядь, полжизни я донашивал вещи за старшими братьями. Эх, нынешнему поколению это не знакомо. Ни разу ни за кем ничего не донашиваю. А иногда такое даже бывало. В младших классах даже вещи за старшей сестрой приходилось донашивать. Трусы? Да, слава богу, не в белье было дело. Там, например, штаны какие-то или детские колготки, когда ты совсем маленький, там, в садик, например, ходишь. Нет, я мама просто не донашивала, воровала. Некоторые там кофточки, но просто похожие размерности просто брала. Ну, это у тебя было по приколу, а у меня это была необходимость, понимаешь? По-другому никак. Денег не было на то, чтобы покупать кучу шмоток. И донашиваешь шмотки за старшими братьями и сестрами. Ну, в селах это было повсеместно. Я думаю, в небольших городках тоже. Лада почему-то захотела Синнабон. Я на самом деле не люблю эту булку. Саша мне предлагал попробовать. Но я не знаю, ничего необычного. Просто обычная булка со сгущенной из корицей. Я попробовала один раз в жизни. Но я тогда очень сильно наелась, и мне не хотелось ее есть. И я хочу попробовать нормально понять, нравится она мне или нет. Нам, кстати, уже скоро будет пора подниматься в кинотеатр на предпоказ этого фильма. Знаете, почему все блогеры ходят на эти предпоказы? Потому что все хотят бесплатно посмотреть фильм и на халяву похавать. Там на некоторых предпоказах дают бухло бесплатно и еду. Нет, просто предпоказы невозможно купить. Если ты блогер, ты можешь прийти посмотреть, а не из-за того, что это бесплатно. Не, ну лично у меня есть деньги купить билет и пойти себе в кино за свой счет. Но тут в чем прикол? Какая-то эксклюзивность все-таки не всем дано посмотреть фильм раньше времени. Мы с Владой, кстати, не часто ходим на такие вот предпоказы. Как я уже говорил, у меня есть деньги для того, чтобы купить себе билет на сеанс, который мне интересен. А вот для всяких Назаров, мне кажется, это было само спасение. Но после того, как мы с ним поссорились, он боится и теперь никуда не приходит. Абсолютно никаких предпоказов, ничего подобного. Сидит дома где-то в селе у своей девушки и не высовывается. Шок, как синабон. Ой, вкусно, но нет орешков. И орешки будут только в следующем месяце. Ни в каком магазине в принципе нет. Дефицит на орешки пошел. Продолжение следует...